Это мой режим. Если, ну откажут, ну откажут, ну что тебе с этого будет? Ничего. Сейчас я стараюсь каждую свою съемку делать лучшее. Я там кайфую. Расскажи вообще, как ты стала моделью, как проникла в эту индустрию? Ну да, считай, проникла. Но началось с того, что после школы была в контакте такая группа, а чем это ты знаешь? Я знаю. Это был год 2016. Нет, Телеграм, да, еще наверное не было. Короче, была такая группа, и там искали моделей на визаж, на прически, на стрижки. Ну, во-первых, я там все делала бесплатно, можно сказать, но еще мне очень хотелось тоже попробовать всякие макияжные штуки, потому что я, ну, у меня мама не красила, сестра не красилась, и тогда, ты знаешь, что-то было такое классное. Я многим писала, конечно, не сразу мне начали отвечать, но я отбиваю своего, мне накрасили. И девушка начала меня постоянно звать. Потом на какой-то конкурс, и от этого конкурса какая-то еще визажистка меня нашла. И начала тоже приглашать, приглашать. Это была Валя Лелюх, какая-то ученица. Класс, класс. Вот, и оттуда меня, это уже было где-то года пол, мне так брали, и оттуда меня позвала Каневская. А конец конкурс, знаешь. Ой, да, это успех. Сначала знали ты массажировал. В первых, там, если обычный макияж просто, типа сфоткала, да, и все, окей. То там она просила очень много раз фотографироваться, разный ракурс. Реально, выходила фотография где-то 300-400, потому что она тын-тын, и там, знаешь, хочешь не хочешь, но ты по-любому научишься позировать. Плюс еще видео, плюс еще реально, мы на фото уходила на где-то час, чтобы это все сфоткать. И так, ну, я потом в Каневская ходила, по-разному, короче, пассажистам в Одессе ходила, и везде вот это вот так фоткала. Тем более, когда ты с таким макияжем, ты по-любому чувствуешь себя более уверенной. И потом меня начали спрашивать, типа, Влада, ты не занимаешься этими всякими модельными штуками? Я говорю, да нет, типа, знаешь, ну, да, 8-м этажа и все, куда я с этим жестом не пойду. А ты бесплатно ходила, да, пассажиста? Конечно, конечно, даже, это тогда что-то очень... Я думала, что мне надо вообще платить, чтобы меня красили. Ну, по сути, так все и думали. Все мои знакомые тоже так все и думали. А я говорила, нет, я не модель. Но когда меня начали очень часто об этом спрашивать, я такая, сижу и думала. Ну, может, я модель. Типа, ну, афиг этот рост. И я просто в этот же день, когда у меня эта мысль проскочила, села в Инстаграм просто за весь вечер, но я, наверное, 50 или 100 страниц этих всяких брендов пролистала, всем писала, мне нужна ли модель там по Бартру или там просто, я не знаю. Типа, типа, ну, это что-то тоже. Многие, конечно, отказывали, но я не писала мне рост, ничего. Я просто сказала, типа, я хочу. И тоже кошки у меня были в Инстаграме, ну, чисто такие, только макияж был, потому что если я бы пришла их без макияжа, они бы меня на меня вообще не узнали, потому что там такой бы его рассказ был. И, короче, в этот же день мне из этих 100 штук один бренд ответил, это был Марго Бренд, если знаю, что я сейчас. Да, 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 да. Я пошла туда, и просто я сразу же чувствовала себя классно. И я помню, в этот же день звоню подруге и говорю, представляешь, там было так много людей, а я вообще не стеснялась, типа. И я так была этому рада, я так этому гордилась. И все, с того момента, я просто каждый день, ну, а мне каждый день, бывало такое, что реально у меня прям такая вечерняя ретина, что я прихожу домой, ищу бренда, и просто, раз, если не нужна, я вам модель, я тебе... Я даже недавно тоже могу писать, если мне нравится, какой-то бренд, я пишу, у меня нет такого уж, типа, все, я модель, мне от такого все должны брать. Умничка такая, то есть ты реально выписывала каждый вечер очень многие классы. Да, и даже когда мне отказывали, знаешь, у меня не было такого типа, блин, отказывают, ты такой, ну, так грустно, типа, значит, я какая-то не очень... Типа, у меня таких мыслей вообще не было. Я просто не поняла, нет, так нет, типа, напишу бренду. И по поводу денег тоже не шла речь. Я хотела просто, ну, просто пофоткаться, я хотела хоть как-то, ну, во-первых, я не знала. Ты написала свой прайс, да? Ты говорила просто пофоткаться. Да, во-первых, я понимала, что я, ну, у меня, во-первых, нет никаких фотографий, чтобы предложить, чтобы показать, ну, как я вообще выгляжу именно для съемки. Конечно, сначала нарабатываться просто в портфолио. Вот, не знаю, мне, конечно, никто не говорил, но я как-то так поняла. Вот. А потом, спустя где-то года пол, меня пригласила Алика и Алина Вичкова, знаешь их? Конечно, да, на стоки. На стоки. Но я не знала, что такое стоки. Я, конечно, туда ходила, когда ходила везде, куда только можно. Я думала, что стоки — это вещи. Типа, вещи, стоковые вещи. Я прихожу, и мне будет фотографировать. Ну, я иду, такая, на веселе, все круто. Прихожу к ним, а они такие все веселые, такие все, ой, привет, ты типа Влада, там сидела, потому что он, ты такая мелька, потому что, конечно, на фотках, но я по-любому взрослые выгляжаю, прихожу, это мой 14-летний ребенок. Пришла я, у меня красит, сидела, и я говорю, а типа, а что будем снимать? Типа, эмоции. Типа, что это? Я говорю, ну, короче, они мне объяснили, что это вообще значит. Я такая, ну, окей. Встала в кадр, мне Алика начала показывать эмоции. Я просадила, и она говорит, ты точно типа не снимала для стоков? Я говорю, нет, типа. И я понимаю, что реально та первая съемка сейчас почти такая же самая, как мои сейчас стоковые. То есть это, наверное, значит, то, что я прям вот попала в свое строение. Попала вообще. Ну, и, конечно, атмосфера повлияла, потому что они мне еще шампузиком угостили, и они такие веселые были. И, не знаю, когда классная компания, ты по-любому будешь себя чувствовать, ну, круто в этой сфере. То есть, в принципе, я это не училась пазировать, ты вот просто приходила и как-то вот сама... Да. Ну, считай, я училась позировать, когда у меня на мае ходят. А по поводу... А, я помню вообще, когда самые первые съемки были. Вот расскажи про съемки в полный рост. Да, я... Я помню, что я прям готовилась, ну, ко съемке. Я заходила тоже на какие-то бренды, смотрела на модели, и прям смотрела на их позу. Ну, я, конечно, не переделка. Так, надо эту позу точно сделать. Потом вот эту позу точно надо сделать. Потом, знаешь, так, белок не уводить. И я помню, что я готовила, и я так... Я еще думала, блин, а вот эти модели, которые уже там нафоткаются, они тоже там готовятся, или они, типа, уже... Идут и нормально? Я думала, что все там готовятся, типа, это нормально. И... Ну, такие перед зеркалом, берземкой. Ну, короче, даже когда смотрю на эти фотки первые, я, конечно, там... Ну, я не скажу, что я прям зажатая, просто видно, что не совсем какие-то свободные позы. Но мне нравится, что вот такие-то улыбки уже были, сразу, типа, такая. И мне это так нравится. Ну, вообще, просто... Класс, 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 здорово. Ты еще не рассказала, какой у тебя рост. Потому что обычно все люди думают, что нельзя стать моделью, если у тебя рост ниже метра, сияемся до двух сантиметров. Расскажи про свой рост. Ну, моделью можно быть, конечно, просто не во всем мире. Можно быть моделью прям... Ой, скоро можно быть во всем мире. Да, рост у меня метр шестьдесят. Самый прекрасный рост, потому что я помещаюсь, например, в поезде на полке. Мне очень удобно. Я ехала в смарт-багажнике с еще одной девочкой. А, серьезно? Да, еще буквально вчера какая-то у меня ситуация случилась, что у меня, короче, мой рост как-то... А, или вот я сейчас начинаю красить девочек, и мне не нужно как-то горбачиться. Знаешь, я так стою себе ровненько. Короче, я в последнее время уже реально вижу плюсы этого роста. Поэтому... Уже с моим ростом все визажные кресла, они маленькие. Я еще не выношла ни одно нормальное кресло. Ты постоянно вот так вот красишь. Реально. А мне? А мне хорошо. Расскажи, было у тебя такое, что, допустим, вот тебя приглашают на съемку, а узнали твой рост и отказали? Были такие ситуации или нет? Конечно, было. Во-первых, куча просто модельных агентств пишут. Именно вот такой вот рассказ. Здравствуйте. Вы просто, вы богиня. У нас там, кажется, реально, такое, ваше внешность, именно там европейская какая-то, все дела. Я раньше тоже писала. Здравствуйте. Да, конечно, хотела бы. Мы уже переписываемся, переписываемся. Потом они спрашивают про... Ну, неправильно говоря, рост. Ой, простите, типа, нет, не получается. И так, реально, ну, мне очень много писала. И тоже бренды классные. Например, помню, витренды или какие-то тоже предлагали такие классные. Я думаю, вау, такой классный бренд. Да, ты согласишься, я соглашаюсь, мы обсуждаем. Ой, подскажите ваш рост. Я такая, мы даже сейчас. Ой, тебя, простите. Но вот такие моменты я, конечно, немножко расстраивалась, потому что я думала, что, знаешь, ну, когда ты в таком уже, ну, скажем, одесский, да, нормальный бренд. Я думала, если уже в нее попадут, то, да, уже другие увидят. Кто-то, знаешь, они, типа, отказывают. Думаю, ах, ну, ладно, хорошо. А сейчас уже, я не знаю, видела ты или нет, недавно я скидывала, что приглашали, типа, на Мисс Украина. Да. Тоже, опять-таки, здравствуйте, тополя, вот эта вот куча сообщений. Я вообще просто, здравствуйте, рост 160, типа, ну, без смайликов, без ничего просто, потому что... Вы очаровательные, ну, да, простите, типа, не подходят далеко. Ну, окей, сейчас, типа, мне... Ну, ладно, я не скажу, что раньше я, прям, сильно расстраивалась, потому что у меня, прям, не было такой, прям, сильной цели, что это я, прям, горю этим. Я понимала, что это просто, ну, классный вид деятельности, что мне это нравится, но я не буду, именно, паниковать так сильно, что если меня куда-то нельзя. То есть это ненормально, мне кажется. Ну, правильно, правильно. Это уже как оверреакция. Да, это уже, как-то, не знаю, зависимость от чего-то. Я зависима от сладкого, а не от вода, ну, знаете. К сожалению, очень много девочек так реагирует на любой отказ, и мне часто пишут, боже, мне отказало одно агентство. Чтобы, да, мне еще на себя не думали, что, блин, отказались, значит, 100%. Потому что я какая-то не такая. Я какая-то не очень, типа, да. Просто я понимаю, что рост, это от меня не зависит никак. Ладно, если ты не скажешь, допустите, у вас там кожа какая-то не очень, она мне подходит. Я подумала, блин, да, ладно, что-то делать со своей кожей. Или у вас перепаленные волосы, типа. Я бы тогда поняла. А когда говорит про рост, я понимаю, что, ну, знаете, ну, ничего страшного. Скажи, пожалуйста, еще, какая у тебя была вот самая-самая такая тяжелая съемка? И какая была самая классная, самая счастливая съемка, самая такая прям, ух? Ну, самые тяжелые съемки, у меня они такие подтипы, можно сказать. Это тот вариант, когда ты приходишь и ожидают прям увидеть вот эту инстафифу, особенно когда вторая девочка, например, съемка, да, и две девочки, когда вторая девочка прям такая с этим начесом, с пипец каким-то боевым раскрасом. И я такая прихожу, просто там легкий мейк, такая все милая, они, понимаешь, они, конечно, ничего не говорят, но по вот этим их лицам. Видно, что им нравится, серьезно. Да, здрасте, я такая, да. Ну, и все, наш атмосферик, конечно, портится. Еще мне не нравится, когда ты приходишь и просто на каждую вещь, ты одеваешь, ой, ты такая худенькая, ой, ты такая хрупкая. Ну, я такая, бляха, ну, я поняла, но может не на каждую вещь вы будете мне это говорить, понимаете, когда ужасно. Ну, раздражает. Или когда приходишь и заказчики просто вот так стоят, да, типа, да, нам нужна улыбка, и вот так вот смотри на тебя, и знаешь, когда нет ни музыки, когда нет ни улыбок, ну, то есть, да, конечно, я могу улыбнуться без проблем, но это будет просто вот это, это не улыбка. А прям такой прям одно ужасное, ну, нету, нету такого. Ну, и из-за этого я даже немножко рада, что я не пошла, ну, у меня не такой рост, я не пошла за границу работать, потому что я часто слышу от девочек, что их как-то там, знаешь, сделали им комплексы, потому что говоришь, ты не такая, ты то, знаешь, когда ты молодая, едешь в другую страну, и тебе вот так вот стоят, понимаете? То есть, типа, тут я такая, ну, пару часов, пару часов будет, да, а когда я понимала бы, что я, знаешь, в другой стране, что мне еще с этими ребятами долго работать, ну, это по-любому по голове бьет, а так и думаю, ой, ну, хорошо, сейчас, это я уйду себе спокойненько. Конечно, конечно. А самые классные съемки, ну, во-первых, это вот первые стоковые съемки, потому что я прям, ну, очень себя в своей тарелке чувствовала безумно, и я часто от девочек слышала, что после стоковых съемок они уходят такие, знаешь, как выжатый лимон, прям такие говорят, типа, я прям, ну, ой, вообще, как будто все эмоции из меня вынули, а я такая слушаю, типа, у меня наоборот, когда я прихожу, во-первых, это еще такое новое для меня было, я была там какой-то и стюардессой, и какой-то там цветочной штукой, ну, короче, всякие, ты знаешь, разные стили, и мне наоборот так классно, что когда я ухожу, я просто помню, что я спускаюсь по этой весе и просто сама собой улыбаюсь от того, как мне круто, я как будто реально в каком-то путешествии побывала, и мне говорят, ну, это, типа, пока что так, скоро, типа... Надоест. Скоро надоест, и ты все равно будешь как выжать лимон, нет, мне до сих пор не надоело, до сих пор, когда я на съемке, я улыбаюсь, я стараюсь, чтобы все вокруг меня тоже улыбались, и так далее, а вообще сейчас я стараюсь каждую свою съемку делать лучше, настраиваюсь, я думаю, так, все, я приду, все будут классные, я буду веселая, эта съемка будет лучшей, и зачастую в последнее время так и происходит. Классный... Ты настраиваешься, да, на классную съемку? Да, классный коллектив, классный фотограф, классные образы даже, и все чаще и чаще в последнее время я там после съемки звоню парню, говорю, Дима, такая была классная, именно вот так вот и говорю, типа, Дима, такая была классная съемка, такие классные образы, такие классные люди, типа, вообще, ну, и, во-первых, я рада, что мне есть с кем это поделиться, я Диме очень благодарна, что у меня вот это... Ты мне про все рассказываешь? Про все, конечно, конечно, бывает такое, что я вижу, типа, а, да, Влад, понятно, а я говорю, ну, Дима, давай слушай меня, но я знаю, что мне это интересно, но, знаешь, было бы странно, если бы он тоже, типа, все, да, Владочка, серьезно, знаешь, как подружка... А на цветом накрасили? Да, и я вот так, ладно. Так тебя же вообще, типа, не накрасили тут, а была последняя съемка, там реально почти не было мейка, ну, такой, типа, розовенький, ну, все равно, это было все в тему, мне так все это нравилось, потому что я так настроилась, типа, что будет все круто, и так и происходит, и я стараюсь так докажать съемку, я стараюсь какой-то контакт с фотографом, какой-то контакт с заказчиком, он как-то улыбается, если веришь, что им какая-то моя там фразочка не понравилась, типа, окей, я поняла, ну, знаешь, как-то понять. Да-да-да. Вот, поэтому в последнее время каждая съемка у меня лучшая и классная. Много что зависит от мышления тоже, как ты себя настроишь, с каким настроением ты придешь, или ты придешь угрюмая, не улыбчивая, и съемка будет так проходить, или ты придешь такая радостная, и даже если у фотографа плохое настроение, он заряжается от тебя. Сто процентов. И еще я немножко не понимаю, когда, ну, ладно, не знаю, понимаю, не понимаю, но когда модель приходит, знаешь, в кадре она такая, все, все хорошо, а без кадра просто, знаешь, как нос стоит. Тогда, ну, грустно. Да, где, не знаю, съемка это по-любому, это такие крутые, не знаю, эмоции. Я всегда представляю, что я сейчас стою на съемке, там люди бывают просто где-то работают, какими-то на заводах еще где-то, ну, то есть я просто понимаю, что я в таком классном месте сейчас нахожу, что я не могу вообще даже мысль подпискать, что как-то что-то плохо или так далее, типа, во-первых, и деньги классные за это платятся, и я не знаю, если бы мне реально в школе сказали, что я бы вот так вот работала, я даже не говорю, что я работаю, типа, для меня вот это работа, где ты работаешь? Я говорю, я не работаю, типа, я занимаюсь съемками, потому что, ну, не знаю, для меня это не работа, потому что я так не отношусь, потому что я там, я там кайфую. Класс, клубже золотые слова. Наверное, я не воспринимаю себя такой моделью и не говорю, что я именно работаю, тоже из-за роста, то есть я всегда думаю, что я какой-то новичок, вот я люблю этот синдром новичка включать, я всегда представляю, что это моя первая съемка, что типа, я еще тут неопытная, да, и поэтому мне нравится вот это ощущение классное, поэтому для меня нету, что, знаешь, ой, очередная съемка, сейчас приду, отработаю, деньги получу и уйду. Нет, я иду и говорю, блин, опять съемка, класс, даже если это каждый день будет съемка, все равно я иду с таким настроением, потому что, потому что это съемка, реально, ну, в детстве, скажи, в нашем мире, как в Украине. Такой работы особо не было. Да, типа, модель, что, что, и вообще, и когда я начала знакомиться с девочками, моделями, которые уже работают там по 5-6 лет, сейчас я их там, ну, почти каждый день могу увидеть, типа, привет, мы там в Инстаграме общаемся, переписываемся. Когда я была в школе, я их уже тоже знала и думала, блин, как они, они, наверное, такие крутые, как они? У меня вообще еще был такой случай, что я увидела одну модель, она просто на районе гуляла, я раньше жила, ну, раньше, неделю, там, месяц назад возле парка Горького, и, ну, знаешь, обычный жилой район. А я реально думала, что, типа, они прямо еще только на машинах, даже вот в Одессе. Ты серьезно? Да, ну, я не шучу, только на машинах, только в ресторанах, я иду с утра, она, типа, гуляла, думаю, ну, что, это тут живет? Я так, ну, такая мысль, мысль такая, ну, ничего себе. А сейчас, типа, я спокойно с ними себе общаюсь, и это классно, и все девчонки. Ладно, слушай, я еще хотела тебя спросить, ты же не только модель, получается, ты не только этим занимаешься, я знаю, что ты еще работаешь в стоках продюсером, и чем еще ты занимаешься, ну, слушай, все равно. Я занималась английским 8 лет в школе, и сейчас занимаюсь всегда визажисткой английским. Ну, я не прям хочу, чтобы это был мой вид деятельности, но она спросила, могу ли я, я согласилась, и вот так мы занимаемся, чисто, знаешь, даже, это, опять же, в удовольствии. Ты прописала программу для нее, да, специально? Ну, не прям программу, ну, просто разговор, ну, знаешь, вот, что захотелось, то и учим. Сначала мы учили больше про макияж, потом мы просто читаем еще книги, еще я взяла книги о своей преподавательнице, потому что там очень классный, вообще... Английский? Да, ну, книги, классные задания, вот по ним мы учимся. Потом мне недавно написала девочка, она уже в Польше, я просто жила в Польше еще пару лет, училась там, и она говорит, Влада, можешь с пацаном заниматься польским, поэтому языки 100% пригодятся, даже вот так вот свою подружку. Прикольно, слушай, так ты знаешь, польский хорошо? Ну, уже, наверное, не так хорошо, но я уверена, что я бы там не потерялась, то есть, без проблем. Ну, еще визажем занимаюсь, потому что, так как ты знаешь, что меня очень много раз красили, на мне учились, всю теорию я, наверное, раз в сто уже слышала, и я просто как-то раз взяла косметику, взяла кисточки, решила себе накрасить, как на картинке, и такая, бац, получилось. Прикольно, так ты не проходила обучение? Нет, нигде. Обалдеть, ни у Альбина не проходила, ни у кого? Ни у кого вообще не проходила, просто... Прикольно. Да, и я понимаю, что вот я крашусь, думаю, о, а вот это я взяла вотой, а вот это я взяла вотой, и... Куча фишечек, да, соединила вместе? Да, и у меня чисто такой комбат. Да, кстати, по поводу модельной сферы тоже, все мое позирование, это просто набор всего, чего я видела. Я на каждую модель смотрела, реально, каждую смотрела, думаю, как позировать, как то, как все, и у каждой взяла что-то свое. Ну, по сути, мы и есть люди, да, такие, мы что-то берем у другого человека, и так получаемся мы. Так же самое у меня и в макияже, и в модельном. И недавно на стоках начала работать. Да, неделя. Получается, Настя... Именно продюсером. Да, Настя Бестрецкая работала, и как-то 10-го числа она пригласила меня на съемку, и говоришь, что она уже уходит, я такая, как-то, мне нравилось с ней работать. Она говорит, ну да, типа, уже не хочу, я говорю, а кто будет вместо тебя? Она говорит, ну, хотели тебя, и я такая, меня? Обалдеть, серьезно? Такая, класс, типа, ну, типа, сейчас там думаю, все дела. Я уже так загорелась, думаю, блин, Настя, просто, что-то мне взяли, уже такая, знаешь, уже дома так, хоть бы взяли, хоть бы взяли. Рано, мне так захотелось этого, я прям уже так настроилась. Я написала сама, что я бы хотела после этого. Потом где-то через дня 4, я думаю, ну, все, уже можно написать, типа, уже не будем, ну, это же нормально, 4 дня прошло, все нормально. И она такая, нет, наверное, типа, не утвердили. Я такая, ну, знаешь, чисто пару секунд, я очень сильно расстроилась, а потом такая, ну, знаешь, включила всякие способности, нет, все хорошо, это жизнь, все нормально. И буквально где-то через неделю или через полторы я прихожу домой, сажусь, и Диме начинал чуть ли не плакать. Я говорю, блин, так надоело, хочется постоянную работу. Ты знаешь, это модельная, вот этот фриланс, типа, иногда там бывает неделю подряд, иногда там недели ничего нет, иногда там один день ты заработала чуть ли не месячную зарплату, иногда там ничего. И вот этот, знаешь, вот эти перебежки. Да, да, постоянно. Тем более мы сейчас квартиру сняли, хочется реально немножко стабильности, потому что немножко, но оно давит на твой мозг, когда ты понимаешь, что ты не знаешь, ну, что будет завтра, именно в плане стабильности денег. Потому что мы часами себя обеспечиваем, и меня так немножко накрыло, я уже думаю, все, свои эмоции выплесну ему, уже такая, все же, ну, боже, как могу, я не могу. И именно, знаешь, решила прямо вот поплакаться. Просто через минуту мне пишет Вадим Дромот, типа, что приглашает меня на работу. Ровно через минуту. Даже не на собеседование, а именно на работу? Ну, ладно, типа, на собеседование, но я пришла, я, типа, сразу, да, на работу. И я просто читаю, это... Именно в тот момент когда-то жаловалась Диме? Да, именно в этот же момент. Даже как вселенная работает. Я такая успокоилась, реально, ну, секунд 30 прошло просто. Я такая читаю, потом не обратила внимание, потом прочитаю, такая, чего? Прикол, слушай, как это все работает? Ну, я просто тоже смотрю, и я просто вот таким, ну, Дима, а что происходит? Мне нравится, почему модель может стать продюсером, потому что она новым моделем сможет нормально объяснить вот это все. Потому что, ну, все равно, если ты фотограф или видеограф, или просто продюсер, типа, обычный, там, ну, не обычный человек, а просто, как сказать, не работал. Который не работал. Да. То ты просто будешь показывать, типа, или на картинке, или объяснять, а я, ну, вот так показываю, ну, и тогда человек реально может такую же эмоцию показать, когда ты прям показываешь. Я, типа, представляю, какой ты тоже, как бы я показала, как бы я придумала, с чем это у меня ассоциируется. И я на практике вижу, что это действительно помогает. Я знаю, что, типа, нужно с ними улыбаться, по-любому нужно хорошее настроение. Расслабить их тоже. А так, когда я пока молодая, у меня нет проблем, я могу им дать это хорошее настроение, потому что, по-любому, бывает, приходит нам фотограф, они все, знаешь, такие уже подустали. Опять, да, вот эти стоки многим надоедают. Выгорают много, через год уже. Они тоже мне говорят, ну, тоже, типа, сейчас тебе понравится, а потом, через пару месяцев тебе уже надоест. То есть, я не хочу себя так настраивать. Почему мне должно это надоест? Если я буду нормально к этому относиться, мне будет это нравиться, я буду благодарна за то, что у меня есть такая работа, почему оно должно мне нравиться? Если я буду чувствовать себя классно, если я буду приходить с хорошим настроением, если будут классные разные модели, разные образы, ну да, оно повторяется. Разные съемки, локации. Конечно, оно повторяется, студийка, эти все одинаковые вещи, ну и что, ну, блин, поэтому, я не знаю, я не думаю, что эта работа для меня будет прям через пару месяцев, я прям приду и скажу, блин, все, я так устала, неплохо. Ну да, конечно, такие мысли могут проскакивать, но я не буду на них прям акцентировать внимание и сидеть и думать, так, все, нет, 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 нет. Мне кажется, такого не будет. Ну, по крайней мере, я буду все для этого делать. Слушай, скажи еще, пожалуйста, что бы ты посоветовала таким же девочкам, которые вот горят съемочками, горят вот этой модельной работой, чтобы их красили, но у них тоже вот низкий рост, ну, по модельным стандартам. Вот что бы ты им посоветовала, чтобы начать как-то пробиться в эту индустрию? На самом деле, я только вот недавно это поняла, мне 21, и я это поняла после 20. Ну-ка, ну-ка, давай, рассказывай. То, что должна быть уверенность, ну, откуда ее взять? Я поняла, что моя уверенность пошла именно из детства, от общения с моей мамой, потому что я помню, была ситуация, обычно я ее привожу в пример, был 10 класс, мы поехали на 7 в школу покупать всякие эти школьные принадлежности, школьную форму. Мама увидела одно платье на манекене, такое коротенькое, черное, а тут вставки такие, как талия, бежевые. Прикольно. И говорит, Влада, ты точно должна пойти в нее, типа, ну, оно классно, у тебя сейчас такие еще ноги загорелы, тебе надо пойти на 1 сентября. Я такая сказала, ну, мама, ну ты чего, типа, ну, ну, какое платье, типа, ну, первое, ну, это школа, куда. Влада, нет, еще у тебя есть очки такие черные, ты еще держишь эту гульку, оденешь Вики на каблуки, ты будешь вообще обалденно. Просто я, мы его купили, я пошла, понятно, было такое, знаешь, все равно мне, как у 15 лет было, было такое общение, типа, блин, какая-то я, типа, слишком такая вся. Но вот эта мысль, что это сказала мне мама, что, типа, ты классно выглядишь, ты обалденная, у тебя там такая внешность, то-се, я тут же сразу так нет, все нормально, Влада, ты обалденно выглядишь, не пофиг, что там кто подумает. И я понимаю, что это все идет от родителей. И круто то, что она не злоупотребляла этим, она не, конечно же, она не каждый день говорила, так, Влада, юбку покороче, каблуки, такого никогда не было. Что-то прям вот класс надо, она мне, ну, и она знала, что по-любому мне это тоже нравится, знаешь, ну, она сто процентов это знала, но она знала, что я сама этого не сделаю. И она немножко так меня подталкивала, и когда нужно, она действительно говорила, типа, Влада, ты сможешь, Влада, ты очень классная, Влада, вот именно вот это все. Даже если можно такого, я прям не сильно думала про себя, но она это говорила, и я действительно так и думала. И сейчас я понимаю, что все эти мысли у меня накопились, накопились, и когда я пошла на вот эту свою первую съемку, я сразу чувствовала себя классно и уверенно, потому что, ну, потому что все равно на подсознании мамины вот эти слова... Боже, у меня аж мурашки по телу, потому что мама должна посмотреть это видео. У меня... я уже запуталась. А, ну, на подсознании отложились эти мамины слова, и вот эта уверенность, что я ничего себе классная девчанка, ну реально. Ну, ну, и в то же время я никогда не говорю, именно прихожу, так, все, я классная, снимайте меня, нет, это у меня просто, оно у меня вот тут, вот, знаешь, и мне это нравится, что я никогда не думаю, так, а что подумают другие, а другие как-то по-тупому выглядят, думаю, ну, по-тупому выгляжу круто, типа, почему бы и нет, зато, ну, так как я никто не выглядит, и это круто. Вот, уверенность, да, ну, честно, не знаю, как ее прям развить, потому что очень много знаю девочек, которым, наоборот, родители внушили, что нет, нужно только так, нужно только сяк. Или они говорили комплименты, а девочкам же это важно, мне внушили, что она красивая, там, умница, и тут очень сложнее. Да, тут очень сложнее, просто вот... Чтобы ты им посоветовала самим как-то пытаться все это поднять. Ну, наверное, да, если тебе действительно это очень нравится, у тебя какие-то силы внутри, по-любому на это будет, и по-любому как-то переборешь себя, и тем более, ну, если считать это время, которое сейчас идет, на каждом шагу вот эти всякие, знаешь, тренинги, книги классные, я их тоже сейчас читаю, и это безумно помогает, реально просто даже перечитывать вот эти все книги по поводу саморазвития, да, самопознания, и круто, что как будто учишься на чужих ошибках. Вот у меня какая-то ситуация случается, которая мне не очень нравится, я уже могу ее вот так обойти, потому что я знаю, как не зацикливаться на этом. И, ну, я думаю, что самое главное это уверенность и работа над собой, да, понятно, если ты знаешь, что что-то в тебе не то, чтобы ты себе нравилась абсолютно вот везде. Даже если у тебя огромный нос, сделай так, чтобы он тебе понравился, да, ну, реально, сейчас намного легче, сейчас все говорят, типа, естественность и натуральность лучше всего. Даже если у тебя там вылез прищ, все равно, ну, приди, ну, что тебе скажут, это же жизнь, ну, типа, мы нормальные люди. И реально сейчас люди относятся к этому намного проще, чем, знаешь, нет, ты должна быть вылезанная, ты должна быть такая, сякая. Сейчас к этому намного проще относятся, но главное, да, не быть закомплексованной и работать только с комплексом. Мне кажется, это самое главное. Ты посумеешь девочкам писать самим упакет? Конечно, это вообще самое, ну, второе самое главное, это вообще не стесняться. Если, ну, откажут, ну, откажут, ну, что тебе с этого будет? Ничего, ну, реально, ну, это самая глупая позиция, типа, все, ждать, и если ничего не происходит, жаловаться. Ну, то есть, а где смысл от этого, то есть, где логика в этом? Если чего-то захотела, чего-то захотела, все, пошла, написала, или даже села дома, медитируешь и думаешь только об этом. Реально помогает, ну, вот реально. Ну, сто процентов помогает. Если я чего-то хочу, я действительно об этом постоянно думаю. Я могу написать себе какие-то листовки. Самое главное, это даже верить, и не только даже в модельной сфере это зависит. Я даже так в жизни поняла. После вот этого, после Нового года я начала себе записывать в такой дневник свои мысли, и просто перед Новым годом я записывала, что бы я хотела в 21-м году. Записала там квартиру, закатила стабильную работу, написала. Просто 2-го числа у нас не было достаточно денег, но я написала на OLX, ребята, ну типа, здравствуйте, можешь взять квартиру. Мы посмотрели, мы ее взяли, мы там снимаем деньги, да, мы одолжили, но сейчас уже деньги есть, мы ее снимаем, все круто. Я просто, понимаешь, и в Аркадии за классную цену, просто с видом на море, я туда иду, у меня вот такие глаза, типа, боже, неужели это правда? А я, видимо, еще какой-то высокий этаж. Давай, я каждое утро сижу вот так вот, завтракаю и думаю, я что, я что, серьезно, уже все, мы в новой квартире, и я сейчас сижу тут и кушаю, типа, серьезно? Вот, и потом уже в 21-м году пишу, типа, там, вот, так быстро, не думала, что это осуществится, но просто я в это верила. Так же самая стабильная работа. Я пишу, типа, вот, 9-е число, не, я написала, короче, какого-то я там числа написала, типа, вот, это опять случилось, и просто чисто вот за неделю у меня почти что все произошло, потому что я просто постоянно об этом думаю, постоянно в это верю. Самое главное — это веря, ой, веря, веря, это мы вырежем. Самое главное реально — это верить, ну, и, конечно, что-то, что-то... То есть действие и вера — это вот два способа, которые по-любому что-то сделают из тебя, если ты этого захочешь. Все, Влада, спасибо тебе огромное, что пришла к нам, что нас вдохновила, рассказала девочку на свою историю, мне кажется, она очень такая вдохновляющая, и я уверена, что очень многие, посмотрев это интервью, начнут хоть что-то писать. Да, не стесняться, еще главное — не стесняться писать. Даже если ты в какой-то компании находишься, где ты знаешь, о, этот человек занимается, типа, селками, надо подойти к нему, сказать, привет, типа, я бы хотела. Даже если это будет выглядеть глупо, даже если ты пойдешь вот так вот, привет, я бы хотела, ну, ты хотя бы хоть что-то здесь. Второй раз подойдешь, уже будешь сильнее себя чувствовать. А ты, знаешь, думаешь, блин, я подойду к нему, а я же буду такая скромная. Ну да, ты будешь, по-любому никак, это же практика. Как по-другому? По-другому никак. Потом второй раз подойди к нему, вот, я уже научилась, давайте я с вами поработаю. Я, кстати, наверное, только в 26-ти поняла, что в моделинге, чтобы добиться какого-то успеха, это реально ты должен постоянно писать, там, какому-то человеку, пока тебя не возьмут реально, потому что по-другому, ну, очень маленький шанс. Ну, или у тебя там богатые родители, что могут тебя пропихнуть, наверное, денежкой, или ты добиваешься все вот так вот. Да, у меня было, что я многим ренд написала не один раз. Я, типа, написала, смотрю, типа, два месяца не отвечаю. Я пишу, здрасте, а вам еще дата модели? Я реально так по разу 3-4 писала. То, я вижу, что мне пишет какая-то, обычно, кстати, последнее время мне пишут люди не с бренда, а с каких-то других, даже не заказчики, а просто какие-то организаторы. И пишут, типа, я, типа, организатор вот этого, вот этого бренда, я смотрю на тот бренд, захожу на него, а я писала миллион раз этому бренду, но никто не отвечал, а теперь я иду к нему на съемку. То есть, такие вещи. Все, спасибо большое. Да не за что. Пожелаем подписчикам прекрасного дня, чтобы вас все забывало, чтобы вы всегда верили и оставаться человеком. Все, пока-пока. Спасибо, Влада. Субтитры сделал DimaTorzok